Всем привет, дорогие друзья! Вы меня спрашивали на прошлом стриме, за что забанили Номина. Я обещал сделать вам видео, но я с ним немножко задержался, не потому что я ленивая жопа, а потому что мне хотелось посмотреть, а вот какая будет, в принципе, реакция вот на это событие. И, честно говоря, я офигел. Я думал, что после бана канала Номина, его коллеги-блогеры, комьюнити, его подписчики, вот поднимутся все как один, ну, начнут что-то писать, рассказывать, говорить, делать видео в случае блогеров, писать на форуме в случае подписчиков, подписываться на его новый канал. Так нет, вообще тишина, ребят, просто тишина. Но вчера разместили пост на англоязычном реддите, на сайте кораблини-танки, и плюс вот сегодня, по-моему, сегодня Миха Гитфан сделал видос как раз на эту тему. Ребята, пять дней прошли. И, кроме того, Номин создал свой новый канал, ну, после бана старого, и на него подписалось, ну, совершенно плюшевое какое-то количество человек, там, получил 200, а изначально у него было 30 тысяч. Ну, я так и подумал, что тема не очень интересна, ну, ладно, раз это все пошло в народ, я, собственно говоря, выскажусь. Причем, еще такой момент. Номин, все эти пять дней, он ходил по стримам, под кинками, и спрашивал у других блогеров корабельных о том, что, а что вы думаете про банка нового Номина? Ноль. Ноль эффекта. Совершенно. Ну, тем не менее, это случилось, и рассказать об этом нужно. Как я посмотрел, большинство комментаторов, ну, вернее, комментаторы разделились на две большие партии. Одни поддерживают Лесту, говорят правильно, вот забанили и забанили, доболтался, говорят, что Саша ничего не соображал в игровых механиках, ну, просто хорошо играл, но при этом тупо хитил Лесту и рассказывал всякую фигню. Кто-то его защищает, да, есть другая половина. Но, опять же, напоминаю вам, пять дней прошло. Почему никто за это время за Номина не вступился? Я не знаю. Даже его подписчики крайне вяло воспринили вот эту вот, казалось бы, сенсацию. На его новый канал там подписало человек двести. Ну, ребят, это как бы камень ваш в огород. Вы же поддерживали своего временного блога? Почему его не поддержали? Самый тяжелый для него момент. Теперь про причины бана канала. Начну с мифов. Многие пишут о том, что Леста не терпит критику, боится отважного правдоруба и затыкает рот инакомыслящим. Ребята, полный пиздеж. Уже шесть лет куча блогеров поливает говном Лесту. Вот просто с ног до головы. И никто никому за это ничего не сделал. Я слышал, что на западном сегменте есть два человека, которых там поддернули. Это какая-то там белая мышь и серфоч. Но не в курсе, не могу подробно рассказывать про эту историю. Но на рул комьюнити, ребят, я сам сколько я рассказывал гадостей про компанию Леста. Меня никто не тронул. Но он, наверное, почему-то забанили. Кинули ему четыре страйка. А почему именно его? Есть такой очень узкий момент. Можно ругать контент, который выпускает Леста. Этот корабль говно. Это игровая механика отстой. Эта новая карта просто полная гадость. Но при этом ты можешь ругать контент, но нельзя ругать лично компанию и лично ее работников. А Саша как раз этим и занимался. Последнее видео у него про обновление 10.10 он там уже просто откровенно развернулся. И я не хочу его осуждать. может быть он устал от проекта, но тем не менее херососить лично сотрудников ну такая себе история. Можно критиковать. Никто вас за это не забанит. 6 лет дохрена народа критикует Лесту. Не забанили на Ютубе пока еще никого. Кроме Саша Номина. Потому что он лично оскорблял сотрудников компании. Сразу возникает вопрос а почему ему кинули бан вот это кстати было на этом на реддите почему его там не заругали за оскорбление а почему ему кинули бан именно за как это сказать за интеллектуальную собственность. То есть ему кинули 4 страйка за использование интеллектуальной собственности Лесты. Ребятки каждый из вас я не говорю про блогеров я даже про простых игроков каждый из вас кто когда-либо хоть раз ставил на свой компьютер игровой клиент World of Warships сталкивался с такой табличкой прочитать лицензионные соглашения да нет конечно все жмут да и дальше устанавливают игру а вы бы ребята бы почитали там есть такой пункт где написано о том что видеоряд звукоряд тексты ну и прочая светотень является интеллектуальной собственности компании Wargaming и если вы используете в своих целях то будьте готовы к тому что вам когда-нибудь предъявят еще раз говорю предъявили спустя 6 лет только одному человеку потому что он как бы реально видимо заебал вот кусок видоса из фильма нестареющая классика в прекрасную озвучку что вы здесь стоите это свободная страна не так ли ну а это частный магазин не так ли пиздуйте отсюда да действительно это свободная страна но это частный магазин давайте себе представим лесту с ее игрой World of Warships представим что это ювелирный магазин вот с этого фильма перед этим магазином сидит куча народа которая рассказывает какой магазин говно какая у него некрасивая вывеска какая у него хреновая реклама какие у него хреновые товары и причем у каждого второго висит на шее табличка вспоможите чем мажите скиньте донатик на кошачий приют на новый компьютер на новую мышку на новую видеокарту и рядом лежит коробочка в которую можно кидать деньги то есть на фоне этого магазина люди сидят и клянчат бабки хозяин в принципе ну как бы не против но как только вы начинаете говорить о том что вот это вот продавщица полное говно она страшная некрасивая и вообще у него рожа там кирпича просит и хозяин тоже гад тут к вам могут применить санкции потому что вы реально сидите перед этим магазином я сейчас не про игроков друзья я сейчас про блогеров вы сидите перед этим магазином с шапочкой и с табличкой и просите денег и вы эти деньги ну и я в том числе не отрицаю зарабатывайте то есть те кто возмущается почему номина звезданули на ютубе ну потому что давайте вот попросим Сашу вот он наверняка посмотрит видос Санька не обижайся мы с тобой лично знакомы мы с тобой общались но вот в данной ситуации ты сильно не прав и я об этом говорю на ютубе давай ты выложишь скриншот из того ресурса на который ты собирал донат это мог быть донейшн аллер донейшн пэй ну сейчас их дохрена я не знаю на какой ты собирал донат вот выложи за последние 5 лет сколько ты бабла поднял с этой игры это даже не считая того что тебе ежемесячно там партнерка скидывала деньги вот Сашка говорил в своем видосе о том что последний раз он с партнеркой деньги получал прошлой весной деньги были невелики но потому что он просто бросил стримить корабли а когда он экстримил активно это было где-то лет 5 если я не ошибаюсь то есть ты заработал на этом очень неплохие деньги и потом ты начал кусать руку вернее срать в руку с которой ты кушал ну рука терпела терпела и построилась тебя забанили поэтому ребят вот все вот эти борцы за правду меня там забанили за то что я там лести там плохо говорил это все полная херня я как говорил говорю и буду говорить про лесту плохо если не выпустят говно корабль я так и скажу если не выпустят что-то хорошее я их похвалю если они выпустят какую-то игровую механику которую вернее как выпустят выпустили уже тот же самый циклон который я просто ненавижу я об этом буду говорить в каждом своем стриме когда я буду сталкиваться с этим но меня никто не забанит потому что критиковать можно но обсирать саму компанию и сотрудников нельзя и это согласитесь ну это просто элементарная вежливость так что не знаю все что думал вам сказал судите сами саше ну наверное пожелаю удачи в развитии нового канала хотя это будет трудно это годы это тяжелый труд это новые подписчики ну дай бог тебе удачи спасибо всем кто посмотрел у нас был сегодня новый герой дна саша номин всем пока до свидания удачи Продолжение следует...